Вот и подошел к концу второй сезон романтического реалити «Холостячка-2». За все эти три месяца на проекте Андрею Задворному удалось покорить сердце Златы. Что же известно об избраннике певицы? Мужчине 32 года, он родился в Латвии. Как известно, его отец был военным, а мама – музыкальным руководителем. Впоследствии семья перебралась в Украину, в город Светловодск Кировоградской области. Избранник Златы после окончания учебы в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого в Харькове переехал в Киев. Как мы знаем из прошлых выпусков шоу, его родители остались жить в Светловодске, где Андрей – нечастый гость. 22-летним задворный решил жениться на своей возлюбленной. У супругов родилась милая дочь Кира. Но этот брак оказался некрепким, и пара разошлась, когда девочке было всего полтора года. Причиной развода стало якобы то, что Андрей и девушка разные, он любит активный отдых, а она – проводить время дома. Известно, что девушка во второй раз вышла замуж и уже ждет появления второго ребенка. Кстати, задворный в хороших отношениях с бывшей обожает проводить время с дочкой. После брака у Андрея были двухлетние серьезные отношения, в которых девушка ему изменила и сама призналась в этом своему байфренду. Он так и не смог ей дать второй шанс, так что пара разошлась. Известно, что по образованию Андрей юрист, однако, по специальности не работает, потому что быстро разочаровался в профессии. Поэтому мужчина решил стать предпринимателем. У него есть собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до десяти. Сейчас их продают в Украине и ближайших странах. В планах задворного охватить рынки Канады, США и Европы. Если точнее, то Андрей, управленец, а всю работу, дизайн, производство, выполняют другие обученные люди. Кстати, на это его вдохновила шестилетняя Кира. Напомним, что на начальном этапе проекта «Холостячка» Андрей подарил Злате деревянный домик и ее мечты. Он сделал его своими руками. Победитель «Холостячки» обожает путешествовать и знакомиться с людьми. Также он увлекается парапланиризмом и малой авиацией, а еще баскетболом, тайским боксом и дайвингом. Отметим, что на проекте у них с Огневича были самые экстремальные свидания, которые вы точно запомнили, полет на аэрошуте и параплане, а еще дайвинг. Ранее бизнесмен объяснял, почему пошел на проект. Так, в приоритете у него были выход из зоны комфорта и побывать в экстремальных условиях. В моей жизни сейчас просто идеальный для этого момент. «Я не погружен с головой в дела, у меня уже полтора года нет отношений», – говорил избранник Златы. Также, по словам Андрея, он хотел получить новый интересный опыт и оказаться за кулисами шоу, увидеть весь съемочный процесс. «Для меня было важно, что это экологический проект, без трэша, где можно проявлять себя настоящего и в этом есть ценность», – объяснял герой проекта. Интересно, что найти любовь на шоу Андрей считал скепсисом. По его словам, у влюбленных должно совпадать все, от симпатии к мечтам о будущем. «Любовь – это чудо, это совпадение тысяч обстоятельств, случайностей, которые делают людей сначала симпатичными друг другу, потом интересными, далее желанными, со временем необходимыми, наконец, незаменимыми друг для друга», – объяснял мужчина. Напомним, на сердце Златы Огневич претендовали трое мужчин, Роман Сычкаренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. В финале героиня холостячки поняла, что ее сердце принадлежит только Андрею, которому она сказала «да». Продолжение следует...